Приветствую вас, друзья коллекционеры, с вами Алексей Чернышов, вы смотрите канал Сын Отеца Игрушки и давайте сразу к делу. Первый набор из новинок это Mega Constructs Halo UNSC Frost Reven vs Decimus, артикул набора FBK38, ориентировочная цена 120 баксов без одного цента. Выход запланирован в продажу осенью 2018 года. Говорить об этом наборе можно очень долго, ибо выглядит сей юнит огневой поддержки великолепно. А сколько тут новых деталей? Вы только поглядите, красота-то какая! Большая часть из уникальных деталей связана с криоустановкой, и это, судя по всему, новая фишка Halo от Mega Constructs. И мы увидим немало наборов, где будут криоустановки в том или ином виде. Скорее всего, это связано как-то с игрой, по которой сделаны крайние наборы от Mega Constructs. Я в нее не играл, но с уверенностью могу сказать, что основаны эти сеты на Halo Wars 2. Впрочем, это лирика. Кроме того, что мы тут имеем шикарную винтокрылую машину, есть тут еще и экзоскелет Decimus. И он, нужно отметить, смотрится тоже крайне достойно. Также в наборе будет и пара фигурок, пилот и, конечно же, сам Decimus. Вполне себе зачетный набор получился. Второй набор, который нам показали на прошедшей выставке игрушек в Нью-Йорке, это Mega Constructs Halo 4Hawk vs. Banshee Goliath. Артикул FVK 36. Цена 49,99. Поступление в магазины весна 2018. Что можно сказать по машине? Ну, это однозначно модернизированный Warhawk. Тут хватает как новых деталей, так и новых интересных дизайнерских решений. Из игровых моментов вращающиеся колеса, естественно, открывающиеся двери и стреляющие орудия. Судя по цветам снарядов, смею предположить, что на машине также установлена крио-установка. В качестве противника у нас Голиаф из Гнанников. И вот тут, мне кажется, экшен-фигурка получилась не самой интересной. Да что там, слегка убогой. Хотя и есть тут парочка интересных дизайнерских решений, да и деталей занимательных немало. Однако, конечный результат оставляет желать лучшего. Впрочем, и в игре сей монстр выглядит тоже не впечатляюще. Поэтому тут не столько косяк со стороны Mega Constructs, сколько со стороны разработчиков игры. А в качестве вишенки на торте у нас пара фигурок. Морпехи Кэкэон. Один из которых Сержант Фордж. Да, фигурка не уникальная и уже встречалась в серии Halo Heroes. Но, блин, два, безусловно, ключевых персонажа в наборах это круто. Я имею в виду этот сет и предыдущий. Далее, давайте поговорим о Mega Constructs Halo Heroes 8. Артикул DKW59. Розничная цена 4.99 за фигурку. Понятное дело, это все в США. Ну а выпуск запланирован на осень 2018. Особо я тут не буду распинаться, ведь все понятно по картинке. Очередная, уже восьмая серия героев по игре Halo. Почему бы и нет? Ведь данная вселенная содержит очень много интересных и даже культовых персонажей. Из особо занимательных фигурок я бы отметил Доктора Халси. Не могу не отметить и очень стильно раскрашенную броню спартанца в красном. Конечно же, Мастер Чиф будет мастхевом для многих и очень быстро подрастет в цене. Стоит также упомянуть, что фигурка Шакала нового поколения. И по-моему, ранее они в таком виде еще не встречались. И это круто. И Миль, к сожалению, практически остался таким же, как мы его видели раньше. Но Ацентурион как-то не зацепил. Думаю, стоит также поговорить еще об одном версус-наборе. Мега Констрактс Halo Green Machine vs Banshee Murder. Артикул набора FBK35. Цена без малого 30 долларов. И выпуск запланирован на осень этого 2018 года. И первое, что хочется сказать, это самый слабый версус-набор из всех, что нам анонсировали. Нет, вы ничего не подумайте. Круто, что Мега Констрактс делают подобные наборы, в смысле версус-сеты. Купив один такой набор, вы сразу получаете две противоборствующие силы. И это однозначно здорово. Ну блин, сей сет получился крайне простецким. Нет, ну вы только посмотрите на этот танк под названием Мародер. Как-то он не очень впечатляет, согласитесь. А вот так он выглядит в игре. Куда интересней. И это факт. Дизайнеры Мега Констрактс облажались. Впрочем, и зеленая машина сержанта Эвери Джонса, младшего, выглядит не более вдохновляюще. Безусловно, игровой вариант экзокостюма смотрится тоже не ахти. С минимумом деталей, что было весьма трудно передать в виде конструктора. Вот и получается, что ни одна из построек не получилась и даже фигурки, коих тут аж три штуки, не спасают положение. Как и тот факт, что одна из фигурок это никто иной, как сам военнослужащий старшего офицерского состава в рядах корпуса морской пехоты ККО. Который нес службу в предвоенный период восстания и на протяжении всей Великой войны. И имя ему главный сержант Эвери Джонсон-младший. Кстати, это не уникальная фигурка. Ее мы уже видели в одной из серий, посвященных фигуркам Halo Heroes. Следующий набор, о котором я вам расскажу, будет Mega Constructs Halo Banshee Tourette and Radar Tower. Мало того, что фото пока нет в хорошем качестве, так и название не факт, что 100% правильное. Да и особенно какой-то детальной информации о наборе пока нет. Просто хотел проинформировать вас, что скорее всего будет и такой набор. И лично мне кажется, этот сет весьма интересен. Во-первых, в наборах Mega Constructs и Mega Bloks не часто встречается техника Ковенанта. А в данном случае мы имеем сразу две единицы. Да, понятно, что это не Ковенант, а изгнальники. Но тем не менее, парочка единиц боевой техники соперника, это всегда круто. Да еще и пару фигурок нам в набор запихали. Не знаю, как вам, друзья, а мне очень симпатичен данный набор. Еще, наверное, стоит также мельком упомянуть и о том, что нас ждет парочка новых дропподов. Ну как новых? В целом-то они такие же. Другой цвет и немного иные фигурки. Впрочем, выглядит это все очень круто, но чувство того, что мы это уже видели, меня не покидает. Ну а вы пишите свое мнение в комментариях. Предпоследним на сегодня будет батлпак Mega Constructs Halo UNSC Blizzard Squad. Артикул FBK32, цена за бугром 15 зеленых, появление на прилавках запланировано на осень сего года. И знаете, выглядит, конечно, отряд ящериц крайне эпично и, безусловно, очень внушительно. Но по факту мы не получаем ничего нового, к сожалению. Просто пара фигурок морпехов ККОН, выполненных в серо-белых тонах. Двух огнеметчиков, а точнее ледометчиков, только перекрашенных в новые цвета. Да, в такой цветовой палитре фигурки выглядят просто обалденно. Но, увы, ничего нового этот набор нам не несет. Да, я уже упоминал о том, что ничего нового мы не получили. Ну а что, Mega Constructs может повторяться? А я что, нет? Да ладно, дурная шутка была. Давайте двигаться дальше. Так как напоследок я оставил самое вкусное. Новый набор из серии Signature Series. И Mega Constructs нас в этот раз порадовали. Порадовали, безусловно порадовали. Набор Halo UNSC Infinity. Артикул набора FBK37. Стоимость 200, мать его, долларов. Долларов США, да. Ни канадских, ни других. 200 баксов. Достаточно дорогой набор, но оно и понятно. Да, это будет огромный набор, содержащий порядка 3000 деталей. А может и больше, скорее даже больше. Блин, безусловно, модель этого корабля будет наделена огромным количеством интересных и уникальных деталей. А еще в комплекте будет три фигурки крайне важных персонажей. Капитан Томас Ласки, Картана и Мастер Чиф. Этот набор однозначно флагман 2018 года от Mega Constructs. И более тут нечего добавить. Постарался впихнуть все новинки по Halo, о которых знал на данный момент в один ролик. Так что он получился немаленьким, но при этом весьма информативным, как мне кажется. Если считаете, также наградите видео лайком и своим репостом. А также подписывайтесь на канал и не забывайте жать на колокольчик. Канал Сын Отеца Игрушки. Создаем коллекцию вместе. Я же благодарю вас за внимание, друзья коллекционеры. Всего вам доброго. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok